Знают, даже те, которые его знают хорошо, не могут сказать, в какой степени он повлиял на успех вас сегодняшних. А связь для нас совершенно очевидна. Вот посмотрите, был бы это первый продукт не литовид, а какой-нибудь там... Ну, туда-растудовид, да? Но было бы не 5, а 6 процентов. Но было бы не то, а другое. Ну, представьте себе, не было бы основных лидеров, которые по сей день, как звезды, да, которые подняли все на своих плечах. И продукт без упаковки был, и сели мы очень весито, да, не успевая, и документов не было. Вот если бы не было этих сильных людей, которые пришли первыми, как вы думаете, сидели бы мы сегодня в этом зале или нет? Я думаю, что нет. Так вот, смотрите, 17 лет компании, 11 лет нет Валеры, да? А его цитируют, цитировали и цитировать будут. Такой величины люди рождаются нечасто. И его право вот с первого дня, да не знаю какого, называться в компании лидером номер один. Святыми... Говорят, святое место пусто не бывает. А я думаю, бывает. А попробуйте такой величины человека сегодня найти, как Валера, вот тот, кто знал. Можете вы сравнить его с ним? А нет. И представляете, и мы с ним начинали, он с ним, мы вместе начинали. Это большое счастье. И качество, которое я сегодня хочу выделить Валере, что в нем безусловно присутствовало, это умение привлечь к себе людей. Усами, пальтами, колбасами. Я не знаю, он мог привлечь, он действительно очень мало говорил о бизнесе. Практически ничего. У нас бывали люди, которые сидели с записной книжкой всю школу Руфицкого и ждали, когда он закончит говорить про чаек. Про чаек он не заканчивал. Он просто потом говорил, спасибо за внимание, уходил. Все были в недоумении. Но все помнят, что после этих чаек большинство людей что-то там репу чесало и думало, ммм, чайки, что-то в этом есть. Иначе просто так сказать, а, даже на все сказал, наверное, у него какой-то смысл. Было ли смысл, мы не знаем. Но последствия были. Да, да, люди задумывались, да, конечно, конечно. Так вот, какое качество Валеры я хочу сегодня выделить, прокомментировать и подарить вам несколько слайдов для того, чтобы вы в каком-то объеме увезли это в свои города. Да, у Валеры была сильная команда. Немногие из нас могут похвалиться командой вообще, а тем более командой такого уровня, которая была у Валеры. Команда есть и сегодня. О команде нельзя говорить было. Они и сегодня команда. Они и сегодня друг друга поддерживают. Они потеряли идейного лидера. Идейного лидера мы все с вами потеряли. Вот, команда. И поэтому я сейчас вам, ну, сначала несколько фотографий, да, которые год, короткие минуты перемирия. Не надо говорить, что мы все время спорили. Было несколько дней, когда мы просто были согласны друг с другом. А спорить мы и могли по любому поводу. Вот он считал, например, Валера, что песня компании Argo должно быть. Ты помнишь, как все начиналось? А я считала, что песня должна быть компания Argo, песня Argo. Что мы сегодня видим? И ту, и ту, и ту, и что спорили, вообще непонятно. Но знаете, как-то вот есть что вспомнить, спорили. Вот перемирие. Вот первые наши праздники, как они проходили. Лариса, Игорь, Валера, да, все наши лидеры. Мы в греческих одеждах. Видите, они на вырост, большенькие. Я даже умудрилась в греческую одежду доклад спрятать. А что ж нет? Было мне еще нужна фотография. Вот гребем. В общем, как начали крестить 17 лет назад, так ноги до сих пор гребут. И вам того же гребите, да? Валера, Лариса, я. Не знаю, еще секунду. Мне кажется, Валера вот как-то остался такой в памяти. А я вот себя уже такую не помню. И Ларису такую не помню. Мы уже какие-то другие. Мы уже выросли, возрослели в этой компании. И сейчас мы с вами немножко формально, но в надежде на то, что это пригодится вам тогда, когда вы приедете домой, поговорим о команде. Договорились? Не слишком устали? Я постараюсь не перегружать вас, но очень хочется, чтобы вы что-то зафиксировали, как сказал Гагер, увезли. Итак, первый слайд у нас с вами про систему. Вот в какой город не приедет, говорят, дайте нам систему. Сейчас чуть меньше этот запрос. Может быть, потому что я меньше стала, и может, потому что по какой-то еще другой причине. Но всегда говорят, дайте нам систему. Так вот, система – это последовательность необходимых и достаточно простых действий, выполнение которой предполагает с высокой силой достоверности достижение результата в бизнесе. Вы пока запишите, я понимаю, что это долгое предложение, но по-другому описать систему вот с тех давних пор мне не удалось. Каждый из вас должен был бы получить от своего наставника, как это делал Валера, консультируя своих людей, четкое представление, что делать, куда едем, что говорим. Потому что Валера, он как бы инструктировал четко, конечно, его могло бы нести, но все знали свою задачу. По крайней мере, кто говорит, кто не говорит, всегда было распределено. Итак, система – это очень простые действия. Мы с вами 4-го числа говорили, если вам сейчас сложно, значит, ложный путь. Ложно, ложно. Вы должны получить от своего наставника последовательность, простые действия, которая должна привести вас к результату. Но и вы должны своим людям это передать. Вот сейчас очень часто слушаю там вечером Арину Никитину. Кому интересно, запишите, Арину Никитину. Она говорит, занимается русской культурой, я не приезжаю в те города, где я уже один раз была, она уже все сказала, а люди ничего не делают. Это просто не живут в моей энергии. Вот представьте себе у нас с вами, я бы вот сейчас сказала вам один раз, а вы все сделали, во сколько тысяч раз вырос бы товарооборот в компании в целом? Как вы думаете, и вырос бы? Как вырос бы? Но хоть заговорись, как не было представления первых 10 шагов в каких-то структурах, так и не было. А нам нужно, чтобы они были у всех. Мои первые 10 шагов по достижению результата. Какого результата? Самая простая цифра, напрашивается 2000. Если она вам кажется маленькая, подписывайте еще нужное количество нулей. Как достичь 2000 в первый месяц, как достичь 20000 за два месяца, все что угодно. Но человек должен представлять последовательность действий конкретного. Вот кто сегодня может похвалиться? В нашей структуре это узаконено. У нас есть прям памятка, которую мы вклеиваем в первый там свой ежедневничек, на первую страничку. 10 правильных шагов новичка. У кого есть? Помашите рукой. Отлично. А надо, чтобы было у всех. Запишите, пожалуйста, честное слово, там чем-то там буду, сделаю эту памятку. Итак, с вас памятка 10 первых шагов новичка, которые приведут его к результату. В этой системе должно быть четкое представление, как можно пригласить человека. Вот если раньше, помните это выражение с 4 числа, я тоже вынуждена обращаюсь к тому тексту, раньше серьезное правило такое регулярно звучало, или так мысль, что я подписала компанию ОРГО. Почему? Не потому, что маркетинг-план хороший, не потому, что уже было 600 продуктов, а не 548, да, а потому, что спонсорам, наставникам засосало. Интересный человек, он меня пригласил, я пошел и все остальное последовательно изложил. Сейчас время чуть-чуть другое. Сейчас нужно быть более методичным, на мой взгляд. Если я не права, поправьте меня, пожалуйста. Более методично, вот тебе 10 шагов по достижению результата, вот тебе система, как я рекрутирую, на что я приглашаю, да? И в прошлой встрече мы с вами говорили, что приглашайте на встречу с наставником в кафе. Сегодня так хорошо в этом сказал Костя Жуковский, что они просто приглашали людей в кафе. И там общались. И даже была предложена, по-моему, фраза, которой нужно приглашать людей в кафе. Пойдем по-хорошему, по-плохому будет хуже, правда? Времена меняются, компаний становится больше, рынок насыщается, наполняется. И в какой-то момент все равно ты станешь консультантом одной из компаний. Да почему бы не нашей, которая так нам нравится, которая такая у вас прекрасная, замечательная, да? И почему не сейчас? Зачем не сейчас? Зачем потом? Если человек думает, что он никогда не станет потребителем ни одной из компаний, он немножко заблуждается, поверьте мне. Итак, вы должны знать, как рекрутируют, за счет чего вовлекает людей ваш наставник, и это же самое передать своим людям. Согласны, что это важно? Как вовлекать людей? Научить. Это очень важно. Почему же я иногда встречаю структуры, в которых новички сами самостоятельно пытаются решить эту задачу? Это достаточно сложная задача, вовлечь человека даже в потребление. Даже в потребление. Потому что мировоззрение части наших граждан, оно законсервировано, к сожалению. И поэтому два к одному, то, чему нас когда-то учили, два к одному. Валера ездил в углы со своим первым, вторым поколением ездил. Так нужно поднять себя и понести навстречу своим людям. Не должны наши новички ходить отдельно. С этим согласны? Не вызывают сомнения? Все. Хотите, чтобы с вами ваш наставник пошел и показал, как нужно вовлекать человека? Все. Мы это делаем очень часто у себя на центре, потому что вот такой формат больших мероприятий, он актуален по-прежнему, он интересен, он эффективен. Но я своим показываю вот эту коуч-сессию, когда маленький коллектив. Коуч-сессия – это когда я задаю вопросы вновь пришедшему, вновь прибывшему. И он отвечает. А мой новичок в нем, каким образом мы все-таки так или иначе с этим человеком приходим к общему знаменателю. Это не всегда подписание, но всегда очень приятное ощущение от того, что мы были вместе, мы общались. Я это показываю у себя более всем. Не все перенимают. Хотелось бы, конечно, чтобы это как-то, не знаю, законодательно утвердить. Учись, мол, вовлекать красиво, не надо, мол, портить рынок некачественным вовлечением. Хотелось бы, чтобы это где-то озвучилось, правда? Ну и так далее. Также вы должны научить людей взаимным обязательствам. Вот посмотрите, как повышается эффективность нашего с вами бизнеса, если появляется взаимное обязательство. Вот вы рассказываете людям о том, как планировать и, так сказать, ставить цели. А вот Александр Михайлович в Синомате рассказывает, как планировать ставить цели. И если вы в Синомате один раз не отправили что-то, не чувствуете взаимных обязательств, вас там что-то, как-то там, что-то, что там происходит, если в один раз не отправили профессионалы, подскажите. Терминировать не надо. Ну, я не знаю, вам не отправляют дополнительные документы. То есть, если вы не демонстрируете взаимных обязательств, вы, в общем-то, в программе профессионал-оргон не самый жажданный, да? А как только появляется взаимное обязательство, вот мы видим взлет наших профессионалов, да? Поздравляем их с высокими достижениями. Поэтому, если в вашей структуре сегодня уже существует понятие взаимных обязательств, я за вас спокойна. Если такого не существует, значит, имеет смысл обсудить, что хорошего в том, что у нас с вами появится взаимное обязательство. Или, а что плохого в том, что у нас с вами появится взаимное обязательство. Какая тема вам кажется более востребованная? Что хорошего или что плохого от взаимных обязательств? Ну, вы и в прошлый раз мне это говорили. Я вот тут стояла, вы вон там сидели и говорили мы то же самое. Что-то изменилось в структурах или нет? Что это за иненция? Появились ли взаимные обязательства в ваших структурах? Появляются ли? Тогда смельчаемся. Появляются? Очень хорошо. У кого появляются, тому так и надо. Как мотивировать консультантов? Вот очень часто сейчас тема, которую мы очень эксплуатируем у себя. Условия перехода потребителей в бизнес-партнеры. Актуально? Актуально. Потому что потребителей много, бизнес-партнеров мало. И есть определенный ряд условий, при которых они, ну, скажем так, чуть более охотнее переходят. Не то, что уже они там в очередь встали за соглашением, как было раньше, да? Но тем не менее, нужно создать условия, при исполнении которых потребители более охотно становятся бизнес-партнерами. Правда, на этом этапе мы их бизнес-партнерами не называем. Мы говорим, что вы можете увеличить свою скидку за счет того, что пригласите своих знакомых. И хотя это уже про начало потребительской структуры, и человек уже во главе маленькой потребительской структуры, и еще здесь мы это бизнесом не называем. Потому что человек не созрел. Вы что думаете, что вот те, которые остались неподписаны, такие крутые, они ждут все от Газпрома предложения? Нет. Это люди, которые во что-то не верят, кого-то не верят, с кем-то внутри, может быть, с собой раздраят. То есть это люди, которые нужно расти даже за потребление, а уж тем более расти до того, чтобы стать бизнес-партнером. С этим согласны? Не сильно у тебя эти вопросы? Давайте еще один слайд. Посмотрите, очень важна стартовая литература. У нас ее не было, я вам сказала. Мы вообще не знали, как продвигать продукцию, которая стоит вот столько, а выглядит как литовит. Я до сих пор помню, как мы продвигали скраб. Скрабки, а помните же, вот еще вот синие наши прекрасные горшочки. Мы говорили так, если вы приобретете этот продукт, два потрясения мы вам гарантируем. Первое, когда вы откроете баночку. Помните, как, да? Вот свое ощущение, когда в первый раз открыли. Второе, когда попользуетесь. Мы не пересказывали свойств, мы не знали об округлости этих частиц, мы не знали о том, что можно и нельзя. Мы знали, что мы когда сами открыли, мы ахнули. Как это можно продать? А когда мы попользовались, мы ахнули еще раз. Вот так мы продавали, допустим, Кия. Сейчас есть литература. Очень желательно, чтобы в структуре было единое мнение, какой книгой пользоваться, чтобы не возникать разночтения, разно... Вот если говорить о команде Валеры, там знаете, что было безукоризненно? Там он был лидером, то есть он взял на себя лидерство. И, послушайте внимательно, и ему это лидерство дали. Сколько у нас хороших лидеров, которые могут взять на себя ответственность, но в структуре может найти человек, который саботирует его лидерство. Не помогает, тормозит, бухтит, нудит. Есть нудные в структуре? Саботаж. Саботаж. У всех есть по саботажу. Какие есть предложения, какую судьбу мы им могли бы, в общем-то, уготовить? Ну, как минимум, оставить им в покое и не вовлекать в процесс вашего того-либо бизнес-процесса, чтобы они вас не расстраивали. А Валера правила себя лидерство и ему давали. Если бы это правило в ваших структурах срабатывало, вы бы вырастили на порядок своих товарооборотов. Признать вас лидером, ваша команда, и вы поднимаетесь. Подумайте, в этом очень много смысла. Сейчас я говорю быстро, но взять лидерство и дать лидерство должно совпасть. А бывает наоборот, ну давай ты, Таня, Наталья, ну давай ты опять, ну давай ты, Наталья, ну давай ты, ну ты, ну ты. Хорошо, если Наталья, он берет на себя ответственность и говорит, ну давай опять я. А если Таня, он говорит, да достали вы меня. То есть лидерство дается, но не берется. Это не про Наталья, это просто я ее вижу, хорошо. Понимаете, о чем речь? Вот эти два факта в команде Валеры совпадало. Если у вас это совпало, я вас поздравляю. Дальше, вот эти нули, которые появляются. Посмотрите, продукции было мало, одно наименование. Даже еще без вот этого домика, который действительно был рожден с каких-то там французских духов, сейчас я уже и не помню. Но без продукта никто никогда не уезжал. Вы можете быть уверены, что у ваших новичков, середнячков и чуть выше, достаточное количество продукта дома, для того, чтобы если возникнет разговор с близким, с соседом, там с братом, со сватом, он может хотя бы визуально показать, что это. Вы можете быть уверены, что это количество продукта у него дома есть? Откуда я тогда в отчетах вижу, в отчете 4 очка? А что не 2 очка? У нас есть что-нибудь на 2? Убедили? 2 очка. Человек знает про батончики. В чем смысл подписания соглашения? Видите, в чем смысл? Вот нет в стране институтов, которые рассказывали бы людям, как быть здоровыми. Согласны? Лекториев нет, лебеза нет, нет ничего. Есть несколько сетевых компаний, а мы сегодня сетевые лучшие из них, где об этом рассказывают завидные настырности. Не это самое, а настырности, как быть здоровым, да? Все равно они хотят чего-то там саботировать и так далее. Вот эта сверхмиссия компании, она стоит дорогого. Не надо сводить к продвижению продукта. Это вообще да. Мы раньше, когда наши новички выступали, каждый второй говорил, я подписал соглашение, чтобы оздоравливать нацию. Кто-нибудь застал эти времена? И мы такие умудренные, если не с едиными, чем-то умудренные, думали, что это за цель? Цель должна быть конкретно, измеряема, приоритетна, реалистична. Это товарооборот в очках и так далее. Но когда эти милые трогатели-новички, которые приходили оздоравливать нацию, куда-то исчезли, вообще что-то изменилось. Что-то изменилось. Может, в душе они еще с этим огнем спасти нацию, но мы же их не видим. Мы что-то их переучили. Слишком практична цель, мотив, задачи, план. И вот пропало это обаяние, а никто не спасает нацию. Что делать нации, теперь вообще непонятно. Спасителей стало лучше. Хорошо. У каждого должна быть личная история. Говорила, говорю, говорить буду. Если у вас есть личная история, я вас поздравляю, мы идем в одном потоке. Если у вас нет личной истории, вы горбуша, вы идете против потока. Потому что бизнес строится по правилам. Личная история должна быть по применению продукта, по принятию решения и по достижению результата. И она должна быть записана. А вот как у Натальи Сатиной, у нее есть еще одна разновидность истории. Она даже оформлена в цветах. И в чем еще там, я не знаю, в листах и все остальное. Не просто человек написал личную историю, а оформил в виде стен газеты, убековечил. И вам не покажет, потому что не принесла. Правда? А так и показала. Понимаете? Это работа. И пока Наталья писала эту личную историю, сколько инсайдов у нее произошло, сколько она поняла о себе, о своих мотивах, целях и поступках. Ни одна школа столько не даст. Поэтому сядьте, напишите. Знаете, сейчас в мире есть такое серьезное течение. Камерон Девит, ее обородило, называется «Утренние странички». Не слышали? Путь художника книга. Сама идея называется «Утренние странички». Это когда каждое утро вы пишете три листа чего-нибудь. Сначала чего-нибудь корягое, а потом происходит чудо. И вы пишете осмысленные тексты, которые помогают вам разрешить какие-то внутренние проблемы. Не так простая идея прописанных личных историй, как может вам показаться слайд. Ну, вот посмотрите, иногда я слышу, на школы стало ходить людей меньше. Есть такая ситуация? Срочно собраться мозговым штурмом. Либо школы не те, либо люди не те, либо темы не те, либо время не то. Нужно угадать своих людей. Вот так угадать, чтобы залы наполнились по-прежнему и еще двукратно. Не надо нам с вами пустых залов. Кто хотел бы выступать в пустом зале? Кто хотел бы привезти своего человека, посадить, а залы просто пустое? Вот мы как вдвоем, собственно, и сидим. Никто не хочет. Но явление имеет место быть, его нужно осмыслить. Вот все встречи, которые я провела за это время, я пытаюсь понять, что произошло. Потеря интереса к большим формам, к чему. Ну, сейчас пока готова ответа дать не могу, но хотя бы я им болею, я хотя бы думаю. Так давайте вместе это делать. Почему залы, части там, наших городов не так полны? Давайте подумаем. Кто первый придумает, тому премию. Нобелевскую, естественно. Ну и дальше. Да, потому что сложный вопрос. Вот сколько бы лидерских школ не проводило, включая вчерашнюю, говорят об одном и том же. Наши люди, которые мы приводим, нам возражают. Правда? Вот кто вчера был, помажите ручкой. Но все равно те же самые вопросы. А мне мои говорят, не хочу, это все, ну что они там, ерунда, это не работает, вам нужно продать. Вот сколько бы школ, на какую бы тему не проводилось, актуальность темы, как ответить на то или иное возражение, не пропадает. И еще долго не пропадет. А может даже никогда, потому что к нам же прибывают люди. Поэтому, если к нам в Новосибирск приезжают люди и задают тему, а как ответить на то или иное возражение, я могу сделать вывод. У себя не прорабатываете, а надо, а надо. Я тогда успею вам рассказать что-то другое. Я это с удовольствием расскажу, но возможно я вам что-то более толковое могла бы рассказать, более глубокое. Потому что вот есть у меня такая потребность копать каждый процесс, понимать его, так сказать, и находить выход. Дальше. Обсудить с наставником. А, вот афоризм, который мне нравится. Некоторые люди говорят, а я не могу позвонить наставнику, я стесняюсь. Я просто стесняюсь спросить, почему он стесняется позвонить наставнику. Речь же не идет о том, что в час ночи или во что-то. Есть рабочее время с 10 до 7. Позвони наставнику. Куда делась реклама? Позвони родителям. Позвони наставником сразу после того, как позвонил родителям. Хорошая была бы реклама. Но, читая вместе, вернули раньше, излишнее самосохранение имеет свойство переходить в бедность. Там меленько написано, поэтому я прочитала. А теперь попробуйте не согласиться. Излишнее самосохранение имеет свойство переходить в бедность. Кто не согласен? Поэтому договоритесь о той периодичности. Валера держал контакт с своими людьми очень плотный. Мы сейчас с такой плотностью не имеем возможности со всеми общаться, потому что компания выросла огромная. А у Валеры связь со своей структурой была настолько качественная, чего и вам желаю. Дальше. Вот там было про визитные карточки. У Валеры был шарм. Вот шарм был безусловный. И первый его сотовый телефон у него. И первое длинное пальто у него. И первая японская машина в копании у него. И первые визитные карточки у Валеры. А последние? Кто-нибудь еще не сделал визитных карточек? Кто последний?